здравствуйте мои дорогие друзья мои дорогие подписчики сегодняшним видео мы продолжаем рассматривать мои сокровища из секонд-хендов я вам покажу кое-что из того что я купила того что есть мои коллекции сегодня мы раз будем рассматривать ожерелье броши немножко браслетов все это я приобретала в течение нескольких лет это не за один раз просто я таким вот одним махом решила вам показать попробую сегодня показать это по-другому потому что в прошлый раз как-то не очень хорошо видно видимо и понятно я буду это снимать просто вот формате украшение моей руки без мы без меня потому что в общем то на меня вы насмотрелись других видео а сегодня будем рассматривать украшение и вот это вот то что у нас есть наше поле деятельности и буду вам показывать по очереди по отдельности каждое из этих украшений и так давайте начнем по порядку я не очень я не очень большой опыт снимать такие видео показываю украшение вот таким вот образом не показывая себя так скажем я попытаюсь это сделать как можно лучше но не обессудьте пожалуйста если получится не слишком не самым лучшим образом так давайте начнем пользуясь случаем пока у меня ногти в порядке и салоны наши пока еще не закрыты пушкать у меня красные руки я не знаю почему они как-то в жизни совсем не такие но не важно мы на руки смотрим вот такой вот ожерелье цепочка с встроенным как бы кулоном я не знаю и возраст она выглядит очень хорошо но немножко потертая вы видите золото немножко потертая и вот сами долью немножко потерт но в принципе вполне себе достойно вполне прилично купил я и в секонд-хенде какое-то время назад я знаю что в ней есть еще серьги должны быть набором но я их не нашла вот продолжаю искать насколько я знаю серьги тоже состоят из вот такого эклипс и круглый такой круглая серьга вот с таким вот элементом похожим стройным внутри очень очень необычно очень красивое ожерелье плюс ко всему вот этого цепочка она очень имеет красивую структуру и в общем так а знаете она очень красиво лежит на шее следующее ожерелье это тоже металлическое металлическое ожерелье состоящие из вот таких вот очень красивых звеньев такие бочоночки такое тоже знаете немножко состаренное золото не блестящее матовое вернее золото она тоже не длинная довольно короткая цепочка на мой взгляд очень красиво очень оригинальная очень такая необычная и это бренд mclean вот эти у него такой значок характерный сейчас попробую показать это американский бренд он не очень дорогой но в принципе довольно известный штат для украшения это такой чокер я по-моему может быть уже показывала вам в моих предыдущих видео про мои находки в секонд-хенде но вот не помню поэтому покажу еще раз потому что очень его люблю очень мне нравится он очень нарядный очень красивый и состоит он как вы видите из такого плетения плетения вот такого вот с белыми прозрачными стразами и золотые такие компоненты цепочки как бы и вот они переплетены в такую косу и здесь такая вот лента двойная кстати она застежка вот такая в общем нарядное украшение очень красивая прям такой знаете богатая я бы сказал что красиво сидит тоже лежит на шее хорошо сделано качественно очень такое знаете видно что хорошая нравится мне она очень и недавно я приобрела к нему вот такие вот клипсы не к нему вернее я просто купила их в секонд-хенде нашла вот проходил мимо и нашла потому что мне они понравились это клипсы судя по вот этой вот штуки они довольно тоже старенькие у них нету никаких маркировок ничего но выглядит они так довольно хорошо сделаны и я когда уже принесла домой поняла что они очень сильно подходят между собой вместе с этим вот вместе вот с этим ожерельем по моему очень подходит по моему это просто получился вот такой вот сет набор хотя в принципе конечно я понимаю что они сделаны в разных мастерских и видим в разные в разное время потому что я подозреваю что сережки клипсы довольно старенькие колье не очень но вместе выглядит очень плохо еще одни бусы я не знаю не берут говорить об их возрасте и из чего они сделаны на вид они сделаны из камней но по весу и по качеству мне кажется что это все-таки не натуральный камень и может быть какой-то пластик прокрашенный или как будто бы стекло может быть и не стекло не знаю трудно мне сказать очень красивые они выглядят они просто бесподобно я вам хочу сказать что вот эти вот бусины очень похожи на янтарь вот эти бусины очень похожи на какие-то камни но это не камни я сейчас уже прямо могу сказать об этом потому что я не то чтобы я очень разбираюсь но по по весу эти бусы должны были быть очень тяжелые если бы это были натуральные камни они довольно легкие и опять же на ощупь они не холодные любой камень любой стекло когда она вот вы дотрагиваетесь вы чувствуете холод здесь как бы холода нету поэтому не знаю я пыталась там их простучать постучать не знаю не настолько не настолько я специалист чтобы вот разобраться и понять в том что 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 это за материал но выглядит они очень красиво очень благородно выглядят они как будто бы как будто бы это настоящий камень настоящий янтарь в общем то очень очень красивый такой бежево-желто-коричневый гамми молочный кстати к моему молочному молочную капсуле капсуле они бы очень подошли застежка здесь обычная вот такой вот обычная застежка я не думаю что они винтажные я думаю что они все современные просто красивый бус эти бусы совершенно точно винтажные ну насколько я могу судить почему я вам сейчас объясню вот замочек говорит об этом жемчуг ну не жемчуг конечно же это пластик а возможно и стекло но я думаю что все таки пластик потому что они довольно легкие сделаны под жемчуг причем видите как будто бы они пытались придать какой-то натуральности этому жемчугу то есть вот есть бусины ровные есть бусины такие немножечко как будто бы как будто бы побитые как будто бы такие знаете не симметричные неравномерные в принципе это придает ну какой-то интересности это наживаю я хочу сказать что она прекрасно сохранилась потому что вот это вот покрытие, которое, собственно, изображает жемчуг, оно очень часто в таких бусах, оно сходит, просто облезает. А здесь, в общем-то, все бусины целенькие, все покрытие сохранено. Почему я говорю о том, что, скорее всего, эти бусы нетажные? Потому что вот такая вот застежка, вот просто вот такой вот крючок, крючочек, который и вот такая вот цепочка, состоящая из нескольких бусин, в принципе, когда-то, в 50-60-е годы, именно так и делались бусы. То есть вы можете менять длину тем, что вы просто вот цепляете этим крючком вот за какой-то из этих звеньев, и, естественно, таким образом можете регулировать длину. Мне сейчас через телефон очень трудно это сделать. Вот так вот. Видите, здесь такая довольно старая нитка. В принципе, их можно было бы перенизать, но я не очень хорошо знаю, как это делать. Тем более, что эта нитка видна, но она видна сзади, так что ничего страшного. Вот такие вот красивые бусы. Да, они винтажные. Да, очень мне нравятся. Следующие бусы, цепочка бусы тоже, как бы, я считаю, что это винтаж, хотя, может быть, я ошибаюсь, но о том, что это винтаж, мне говорит, вот, вы знаете... Мне трудно это объяснить, но вот я вижу, что, во-первых, немножечко сошло покрытие. Потом я вижу вот эти вот, вот эти вот жемчужные шишечки. Они такие желтоватые, как бы, вот по форме, по тому, как это сделано. Я не знаю, но вот у меня такое ощущение, что сейчас делают иначе. Сейчас украшения делают иначе. И выглядят они по-другому. Вот по моим каким-то, вот знаете, по моим представлениям не очень... Может быть, я не очень разбираюсь, но во всяком случае, вот как-то вот по моим представлениям выглядят они как винтажные. А если нет, то просто очень красивые, на мой взгляд, очень красивая цепочка бусы с жемчугами. Единственное, что у них довольно такая слабая застежка. Вот здесь вот застежка просто застегивается на... Вот так вот. И она довольно легко расстегивается. То есть мне надо как-то немножко этим заняться. Может быть, ее закрепить, как-то немножко поджать, ужать. Ну, в общем, вот такие вот пусы. На мой взгляд, очень красивые. И раз уж мы заговорили о жемчугах, решила показать вам эти клипсы или серьги на винтах. Как их еще называют, я вам покажу застежку, объясню, в чем тут прикол. Дело в том, что я вот думала, что они подойдут либо к предыдущим, предыдущим бусам моим, либо к тем, что я показывала до этого. Там тоже был жемчуг, но они совершенно не подходят, потому что здесь совершенно другой цвет жемчуга. Там жемчуг такой желтоватый, а здесь эти прям белые-белые. И, в общем-то, когда я их увидела, я сразу поняла, что это винтажные клипсы, винтажные серьги. Во-первых, потому что вот, если вы посмотрите на то, как они застегиваются, вот это вот называется клипсы или серьги на винтах, то сейчас уже такое не делают, уже давно такое не делают. Этот фасон был где-то в 60-х, 70-х годах. Это, в принципе, рассчитано на... Сделано для того, что если у вас нет дырочки в ухе, то вы все равно можете их носить как серьги. Но они немножко лучше, чем клипсы, потому что они не так жмут ухо, они намного удобнее в ухе, чем обычные клипсы. И если вы посмотрите на них, то вы, конечно, без сомнения поймете, что это старенькие винтажные серьги, потому что, честно говоря, я помню, что у моей мамы было что-то подобное. В начале 70-х, когда я была совсем еще маленькой девочкой, вот я глядя на них, у меня есть такое ощущение, что когда-то моя мама владела чем-то похожим. Я думаю, что каждый человек помнит подобные серьги, потому что они были очень популярны. Были клипсы такие, серьги такие, вот такой вот фасон, когда, знаете, когда вот такая вот жемчужинка в центре и вокруг жемчужинки очень такие, знаете, равномерные. Такой цветочек из жемчужинок, по-моему, это было... Были такие серьги, такие клипсы были у всех женщин в конце 60-х, в начале 70-х годов. Вот, видите, к сожалению, они очень не подходят по цвету. Эти такие желтоватые, а это прямо... Эти тоже здесь жемчуг такой желтоватый, а здесь прямо такие вот бело-бело-серый такой жемчуг, совершенно белый-белый. Даже такой сероватый, я бы сказала, то есть, в принципе, они не совсем подходят. Вот через телефон не видно, а в жизни видно, что это очень... Они очень отличают друг от друга. Еще одно жерелье. Очень тонкое, очень нежное, покорило меня своей... покорило меня своей нежностью и девочковостью, так скажем. Очень красивые стразы, желто-зеленые и бортовые. Вот здесь такая подвесочка. Сделан так, как будто бы цветочек из стразиков. И цепочка, на которой тоже расположены эти листики. И цепочка очень красивая. Вот такая вот, такого красивого плетения. Опять же, насчет винтажности не скажу. Навряд ли она винтажная. Скорее всего, что нет. Потому что вот это вот плетение цепочки, вот такой вот... Ну, я думаю, что где-то в 80-х уже были вот такие вот цепочки. Но я, во всяком случае, помню. Ну, возможно, что она из 80-х. Возможно, что более позднее. Ну, в любом случае, она очень красивая, очень нежная. Ой. Еще один, так скажем, комплект. Хотя это не совсем комплект, но мне кажется, что они очень похожи по цвету. Это такой кулон локит, это называется. То есть, я сейчас покажу, его можно открыть, тогда там что-то положить. Фотографию. Клок волос любимой женщины. Выдрали в боях. Нет, ну, это как бы... Я шучу, но на самом деле, доклали что-то, что дорого вашему сердцу. Это цепочка. И вот такой вот желтого металла локит. Он расстегивается. Сейчас я попытаюсь это сделать. Вот так. Ой. Вот сюда можно положить все, что вы хотите. Что вам дорого. Или, например, таблетку с ядом на случай. Не будем, а грустно. Видите, внутри он такой блестящий. Блестящий, яркий. А снаружи он намного... Выглядит намного мутнее. Почему? Потому что он как бы металл... Покрытие немножко слезло. Потому что я думаю, что тут уже вещь не новая. Также есть цепочки. Ну, цепочка очень интересная. Знаете, такая непросто. Наверное, вот не видно на видео. Вот видите, какая... С такими насечками каждое звено. Интересная цепочка. И случайно в одном из секонд-хендов я нашла вот такие вот серьги. Которые, в принципе, может быть, по рисунку не очень подходят к этому локиту. Но они вот по цвету, знаете, такой немножко... Такой мутный, как бы, брошированный металл. Который, в общем-то, не очень... Уже не блестящий. Ну и форма, знаете. Они, по-моему, очень подходят друг другу. Во всяком случае, я их ношу вместе. Мне кажется, что они неплохо выглядят вместе. Вот так. Следующее ожерелье вот такая вот цепь. Ну, цепи в моде просто сейчас до... Уже причем нескольких сезонов. По-моему, никуда они не собираются уходить. Во всяком случае, все масс-маркеты торгуют цепями. Как будто бы... Как будто бы больше ничего не другого. Но, во всяком случае, цепи везде. А это я нашла в секонд-хенде. Я подозреваю, что это где-то годов 80-х. Потому что тогда тоже были в моде вот большие крупные цепи. Были пластиковые цепи, металлические. Мне очень она понравилась. Она очень необычная и интересная. У нее вот такие вот большие звенья. Причем примежаются белые, черные и золотистые. Она довольно тяжелая. То есть, я думаю, что это металл, а не пластик. Пожалею ваши уши. Не хочу, чтобы она примела об стол. Вот такая вот застежка. Причем ее тоже можно сделать длиннее и короче. Потому что, видите, здесь три звена. В принципе, можно застегнуть в это звено. Можно в это, тогда она будет длиннее и короче. Ну, в общем, посчастливилось мне найти вот такую модную, совершенно модную, современную вещь. Second Hand за сущие копейки. Там за 2 или 3 доллара. И, в общем, она очень выглядит современно. И очень такая, ну, классная. Я люблю ее носить. С удовольствием ношу ее. Так, здесь у меня такой целый большой набор. Девочки из бывшего СССР. Вы, наверное, помните эти украшения. Я купила их из ностальгических соображений. И потому что они мне нравятся. И потому что это натуральные камни. Насколько я помню, тогда в Советском Союзе. Я не помню, откуда их привозили. Но ими были полны все комиссионки. Их носили все. У меня такого не было. У моей мамы такого не было. Но вот увидев Second Hand, причем я их покупала по отдельности. Отдельно бусы. Одни бусы здесь. Две пары бус, браслеты, серьги. Я их все покупала по отдельности. Но когда видела, то не могла устоять и не купить такую вещь. Потому что она вызывает во мне жутко ностальгические воспоминания. И, в принципе, это действительно красиво. Давайте посмотрим. Значит, одна цепочка из более крупных камней. И с таким вот медальоном, висящим на конце этой цепи. Наверное, из Индии. Мне кажется, что их привозили тогда из Индии. Или, я не знаю. Девочки, поправьте меня. Если вы помните эти бусы, откуда их привозили, то я не знаю, как они попали в канадский Second Hand. Возможно, от людей, которые приехали из бывшей СССР и потом сдали их, избавились. А, возможно, здесь, в Америках, тоже это было модно. Тоже это носили. В общем-то, каким-то образом же это попало в Советский Союз и стало в моде. Может быть, и завезли отсюда. Если честно, я не знаю. Ну вот, значит, одни бусы вот такие вот из крупных камней. Вторая пара бус. Вот такие вот мелкие камушки. Такие же, такого же абсолютно, видите, плетения. Также оплетены. Каждый камень оплетен вот таким металлическим проволочкой какой-то. Я не знаю, чего это сделано. Они немножко подлиннее, чем предыдущие. Камни, видите, разных цветов. Очень разнообразные. Есть зеленые, есть красные, есть такие прозрачные, белые совсем. Есть такие середневатые. Я не знаю, что это за камни. Они какие-то, ну, видимо, полдрагоценные какие-то, знаете, минералы или вот что-то в этом роде. Но они все-все одного тона, видите. Потом я купила вот такой браслет. Тоже очень подходящий. Единственное, что в нем металл довольно сильно стерся. Ну, в принципе, ничего страшного. Здесь красота не в металле, а красота в камнях. И к ним же я купила вот такие... Вот такие вот серьги. Которые тоже точно такие же в тон, в цвет и в фасон, и в форма, как бусы. Ой, вот так оно выглядит. Пытаюсь показать хорошо, но у меня не получается. Вот такие вот. Такая вот серьга, просто такая, знаете, как круглое кольцо, на нем висят эти камушки. Такой вот набор. Перейдем к серьгам и клипсам. По-моему, эти я тоже показывала в каком-то из своих видео. Это были одни из первых, которые я купила вот в секонд-хенде. Такие интересные серьги. Выглядят они... Это серьга. Видите, здесь гвоздик. Выглядят они вот таким вот образом. Очень красивые камни. Синий, красный, зеленый. Просто очень красивые, я считаю. Интересной такой формы. Как будто, знаете, напоминают мне как будто щит какой-то. Щит инкрустированной камнями. Ну, в общем, красивые. Красивые сидят в ухе. Очень похожие. Ну, это клипсы. И они похожи, но не такие. Похожи они, может быть, цветом камней. Но не похожи. Совершенно другой фасон, другой формы. Камни крупные. В общем-то, по-другому вставлены. Вот таким вот образом. Это клипсы. Так они выглядят изнутри. Большие массивные клипсы. На мой взгляд, очень красивые. Такие яркие, броские. И, судя по всему, тоже не новые, не современные. А немножечко винтажные. Ну, винтажные имеются в виду 70-е, 80-е, не старые. Хотя, в принципе, по правилу вещь, которая там больше 20-30 лет, это уже считается винтаж. Ну, то есть, тогда и начало 2000-х это винтаж. Что, в общем-то, как бы странно. Но, во всяком случае, вещь 80-х годов точно считается винтажной. Вот, во всяком случае, в Канаде. Еще одни очень красивые клипсы. Как вы видите, это клипсы. И у них очень интересно сделаны кристаллы, камни. Они двухсторонние. Сейчас я вам покажу поближе, и вы поймете. Видите, здесь камень-кристалл, который находится, вот, подвеска такая, да, она с одной стороны сиреневая, с другой стороны камень зеленый. Я не знаю, как они это сделали. Видимо, это два кристалла, которые соединены между собой, и просто вот держатся вот в этой рамочке. Ну, это очень оригинально, очень красиво. И, в принципе, довольно интересно выглядят на ухе, потому что вот камни разных цветов. Еще одни серьги. Эти довольно маленькие. Сделаны они, это как раз серьги, это не клипсы. Сделаны они вот таким вот образом. Здесь сделана жемчужинка. И внизу висит, как бы, подвеска такая. Я даже не знаю, что это, корзиночка. И в ней сделан такой вот камень. Кристалл, стекло, не знаю, что это. Видите, здесь две маленькие жемчужинки. Ну, вот, вот такого там, вот такого цвета. Это такой прозрачный кристалл. Причем он тоже очень красивый. Видите, он здесь такой синеватый, здесь зеленоватый. Красивые, очень красивые сережки, очень нежные. И еще одни клипсы. Они отличаются от предыдущих. Они очень крупные, очень большие. Это клипсы. Причем, судя по обратной стороне, видно, что они очень не новые. Здесь какая-то вот цена написана. 116.00. Или 116.00. В общем, в какой-то валюте я не знаю, не важно. Но они очень красивые. Посмотрите, такие стразы прекрасные переливаются. С теми цветами радуги, коричневого цвета. Красивые, в общем, очень красивые клипсы. Очень эффектные в ухе, выглядят шикарно. Еще одни клипсы. Эти тоже, судя по всему, где-то годов 80-х. Очень интересный черный золот, черный с золотом, черный эмаль на золотом, на золотом, на золотой основе. Сделана как будто бы вот такая вот здесь сеточка. Тоже довольно крупные, довольно эффектно выглядят. Сзади, да, это тоже клипсы. Здесь есть какой-то значок. Я не знаю, что это за бренд. Я не знаю, что это за фирма. Я не разбираюсь. Девочки, кто разбирается, скажите мне, что это означает. Я не нашла. Скала, не нашла. Вот так они выглядят внутри. Хорошо сделаны, очень качественно. Это видно. И, в принципе, даже по фасону, вот, видно, что это года 80-е. Такие две пуговицы. Красивые, очень красивые. Хотела показать вам еще несколько браслетов. Первый, это вот такая вот как будто бы цепочка браслет с приклеенными камушками. Тоненькая такая, нежная, милая. Очень люблю ее, потому что она, он, вернее, подходит абсолютно ко всему. Видите, все-все-все здесь цвета, камушки всех цветов. При этом он такой небольшой, легкий, очень легкий. Закреплены они вот на такой вот цепочке. И очень симпатично смотрит. С разной, с абсолютно любой одеждой. Потому что все-все здесь есть цвета. Ко всему подходит. Следующий браслет довольно интересный. Он коричнево-желтый. Состоит из... Где-то здесь застежка, по-моему, вот эта вот, да. Вот так вот он расстегивается. Желтый металл и вот такие вот вставки, видимо, пластиковые. Чем они интересны? Что их можно поворачивать. Каждая вставка желтая с одной стороны и коричневая с другой. То есть все их можно вращать, менять цвет, менять вот композицию. Как бы делать вот... Можно сделать весь браслет коричневый. Можно сделать весь браслет желтый. Потом эти камни можно перевернуть и весь браслет будет желтый. Можно сделать через один, можно сделать несколько. Один оставить, другой нет. Ну, в общем, интересный браслет. Купила я его, кстати, в Штатах, не в Канаде. Вот так он выглядит. Давно когда-то ездила к сестре, мы зашли в секонд-хенд. Я там нашла его интересную вещь. Такая, знаете, забавная. Еще один браслет. Купила я его недавно. Он очень интересный. Посмотрите, как красиво он сделан. Он вот так вот здесь, видите, здесь застежка. Не застежка, а пружинка. И он вот так вот открывается и надевается на руку. Вот таким вот образом. Ну, посмотрите, какой он интересный. Это красная эмаль. И на ней сделаны разного цвета. Вставки тоже эмали. Вот здесь какие-то зеленые, как будто бы кристаллики. Здесь синяя эмаль. Все на месте, ничего не потеряно. Очень интересно, очень необычно. Я подозреваю, что это что-то индокитайское. С индокитайского, так сказать, континента к нам приплыло в Канаду. А может быть и нет. Я не знаю. Похож он на индийский браслет, но я не уверена. Но он красивый в любом случае. Мне он нравится. И я его купила, потому что он покорил меня своей красотой и необыкновенной. Последний комплект. Я его встала напоследок, потому что он шикарный, великолепный, необыкновенной красоты. Но вы удивитесь, но это Зара. Как же без нее, без Зарочки, без любимой. Да-да, у нас в секонд-хенде можно купить Зару. И, конечно, это не винтаж, естественно. Или это винтаж. Зара винтаж. Я помню, поскольку я большой любитель Зары, я слежу за тем, что у них продается. Я помню этот комплект. Он продавался, может быть, несколько лет назад у них. Я за ним охотилась. Но стоил он довольно дорого. Поскольку крупное большое ожерелье, прекрасно сделано. Ожерелье стоило долларов 40. Серьги стоили долларов 25. Не поднялась у меня рука. Заре украшения покупают за такие деньги. И на клиренс, когда вышло все у них, я его не поймала. И вот увидела в секонд-хенде. К моему удивлению, он был недешевый. Колье стоило, по-моему, долларов 15. А серьги стоили 8 или что-то такое. Ну, намного дешевле, чем в Заре, конечно, когда это продавалось в Заре. Но я не могла его оставить, потому что я мечтала о нем когда-то. И он мне не достался. И вот теперь я его нашла в секонде. Я вам хочу показать, насколько это прекрасная тонкая работа. И вот, знаете, даром, что Зара. Но если вы посмотрите на него, то это просто... Я думаю, через 30 лет это будет такой шикарный винтажный набор. В общем, на самом деле он сделан бесподобно. Я вам хочу сказать, что он действительно, действительно достоин любой коллекции. Не винтажный, конечно, но потрясающее качество. Посмотрите на обратную сторону. Потрясающая тонкость работы. Я понимаю, что это все не делалось вручную, но выглядит он бесподобно. Это оживили. И вот так выглядят серьги. Все это, кстати, двигается. Все это как-то такое-такое мобильное. В общем, очень красиво. Очень красиво. Еще хочу сказать одну вещь, что вот эту вот подвеску, серьги можно снять. И у вас просто тогда получится вот такой вот гвоздик красный. Ну, разве это не прелесть? Очень красиво оживили и серьги. Очень красивый набор. Все, на этом я завершу мой сегодняшний показ. Я надеюсь, что вам было интересно. Я надеюсь, что вам понравилось. И если это так, то не забывайте поставить мне лайки, подписаться на мой канал. Я буду вам очень благодарна и буду очень рада, если вы со мной останетесь. Всего доброго. С вами была ваша Дита. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.